Отремонтированное здание рассчитано на работу 26 окон. Здесь новая мебель, закуплено оборудование, установлено и табло электронной очереди. Сейчас в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации сюда могут обратиться только те, у кого нет возможности подать документы в электронном виде. Александра Кузнецова решила воспользоваться услугами центра занятости впервые. Раньше она работала менеджером по закупкам. Если свободных вакансий по ее специальности не найдется, она готова пройти переобучение. Повторную перерегистрацию через две недели она будет проходить уже дистанционно. В течение 10 дней ее заявку рассмотрят, назначат пособие или предложат свободную вакансию, либо переобучение. Сложилась такая ситуация в мире и в нашей стране, что работу сейчас найти тяжело. Многие работодатели просто заморозили вакансии. И даже я знаю тех работодателей, кто был в активном поиске, на данный момент просто приостановили. Единственный вариант – это встать на биржу и соответственно получать минимальные пособия. Паспорт, диплом, справка о среднем заработке за три месяца с предыдущего места работы, трудовая книжка. Этот пакет документов необходим для подачи заявления. Сотрудники центра занятости говорят, в последнее время люди чаще присылают заявки на интерактивный портал, поэтому на несколько часов увеличили время работы. Теперь здесь принимают заявление с 8 утра и до 8 вечера. С этими документами гражданин приходит к нам сюда или подает копии документов, или подает заявление на интерактивный портал, куда прикрепляют фото всех документов. И в течение 10 дней мы рассматриваем полный пакет документов. В течение 9-10 дней мы или признаем его безработным, если полный пакет подтверждается, и выплачиваем ему, если человек имел заработок и имел 26 недель непрерывного стажа, то максимальное пособие в основном это идет 12-130, ну в зависимости от его заработка. Очередей в центре занятости нет. Здесь принимают посетителей только по предварительной записи и в назначенное время. Центр обслуживает жителей Кировского, Промышленного, Советского районов. Здесь соблюдают меры предосторожности. В центре занятости населения каждые два часа проводится санитарная обработка помещений. Все сотрудники находятся в медицинских масках. Также посетители могут воспользоваться специальным дезинфицирующим средством. Ежедневно в Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова проводится мониторинг ситуации. У нас есть статистика каждые два часа на 9, на 11 и так далее. И мы смотрим, сколько людей к нам подали заявлений в электронном виде через наш интерактивный портал. Сколько людей пришли лично, потому что мы с этой недели открыли центр занятости. Если до этого они работали только в дистанционном режиме, то с этой недели мы открыли по предварительной записи. Записаться на прием в центры занятости можно через интерактивный портал службы занятости населения Самарской области, который указан на экране, а также по номеру телефона. В случае опоздания талон предварительной записи не восстанавливается. Еще проще подать все документы без посещения центра занятости на этом же сайте и соблюдать режим самоизоляции.